как приклеить ресницы мне кажется этот вопрос интересует очень много девушек особенно тех кто никогда вообще ресницы не клеил соответственно у многих есть такой вопрос а как выбрать эти ресницы а что такое 2d 3d шелковые норковые ресницы а сейчас еще много разных есть изгибов l изгиб еще какой-то изгиб я хочу сказать что конечно вот всему этому можно так заморочиться но первое что вам нужно это иметь всего три вещи первое это хороший клей вот я допустим уже наверное лет 15 использую клей от ордель я беру его исключительно только в белом цвете вот только белый потому что если вы новичок вы возьмете черный клей то вы можете себе испать испачкать подвижная век и все это будет выглядеть в общем-то ну не супер красиво поэтому только белый белый клей он превращается потом в прозрачный и даже какие-то вот у вас будут ляпы их просто будет не видно второе что вам нужно вам нужны ресницы да то есть ресницы сейчас скажу какие вот и третье все что вам нужно нужно терпение и нужно понимание того что не у всех сразу это все получается поэтому нужны знания поэтому прям сейчас я покажу вам как при помощи пяти разных ресниц поменяется абсолютно выражение даже моего лица и вы посмотрите что для того чтобы найти свои ресницы нужно очень сильно постараться найти ту модель которая вам подойдет чтобы правильно подобрать ресницы именно для ваших глаз первое что нужно понимать что вот абсолютно все ресницы которые существуют они имеют всего три направляющие да то есть первое направляющие это табут который идти на внешний уголок другая направляющая та которая будет идти на центральную зону да и вот здесь сейчас 3 покажу то есть смотрите первый вид ресниц который вы можете встретить это ресницы где самая длинная ресничка будет на внешнем уголке то есть они будут идти вот так то есть и вот здесь вот полу убывающий то есть это называется обычно эта модель лисий эффект то есть это то когда мы хотим вот сделать более там лисий лисий выражения глаз либо мы хотим скрыть нависшее веко либо вот вы хотите вытянутую стрелку как-то до продолжить поэтому мы вот можем увидеть вот такие вот реснички второй вариант ресниц это ресницы когда самая длинная ресничка она будет как бы по центру и выглядеть это будет вот так а сюда будет уходить по убывающий то есть вот он внешний уголок и вот так вот внутренний уголок ну плюс минус да то есть у нас самая длинная ресничка она будет находиться вот на центральной части и на самом деле на самом деле их таких форм и всего две вот они могут быть 2d 3d но вот если вы посмотрите вот все ресницы которые есть у них у всех форма примерно либо центральная зона вот здесь либо самая длинная ресничка вот здесь длинная либо здесь либо здесь но существует еще классификация ресниц которую я отнесу вот крик к третьей категории это обычно та категория которая очень многих путает и ты вообще не понимаешь то есть вообще какие ресницы тебе подходят смотрите неважно это могут быть ресницы либо на внешний уголок с длиной либо сцена центральную часть длиной но они идут как бы я их называю такой знаете подранный эффект то есть у тебя например могут быть вот здесь реснички такие вот они идут реснички-реснички неважно да там на центральную зону она идет или на внешнем а тут как будто бы раз и она длиннее раз и еще длиннее и вот еще длиннее и вот так куда то есть вот такие ресницы я очень сильно люблю но опять таки вот когда вы выбираете вот такие ресницы вы должны знать свою форму то есть например я знаю что иногда я делаю макияжи где мне нужен лисий эффект но я среди этой формы люблю еще чтобы было вот так понимаете вот так как бы это если как будто бы у тебя есть форма на лисий эффект и плюс еще ты либо пучками подкладываешь вот это да либо ты просто ищешь такие ресницы которые будут и вот такое найти очень сложно понимаете зная свою форму и плюс туда ты еще вот пытаешься найти вот вот эту вот подранность и то же самое здесь может быть как бы понимаете вот так вот и она бывает по-разному она бывает пучками бывает объемно бывает не объемно и собственно говоря вот это в первую очередь нужно знать смотрите сейчас я буду вам показывать разные ресницы и вы точно сможете определить их по вот этому рисунку вот эти реснички куда у нас идет самая длинная ресница то есть мы видим что у нас пошел лисий эффект видите то есть у нас здесь маленькие до реснички а потом они как бы вырастают и пошли и самая длинная ресничка где-то вот у нас на внешнем уголке то есть мы относим это к лисиму эффекту картинка номер один то есть смотрите вот эти реснички мы четко видим что они идут в сторону больше больше лисего эффекта следующие ресницы берем они более объемные более пушистые более такие пучкообразные но мы тоже видим что у них как бы лисий эффект то есть видите здесь все равно меньше и вот она у поднимается поднимается и вот внешняя ресничка прям самая длинная то есть эти ресницы мы тоже относим вот к этой картинке давайте посмотрим на еще одни ресницы они тоже объемные у них вот видите такой ну не на видно или нет то есть двойной даже тройной ряд что в принципе можно назвать 2d 3d то есть вообще вот это вот понятие 2d 3d это вот ряды да бывает 2 ряда бывает 3 ряда и так далее то есть мы даже здесь видим что внешний уголок у нас опять имеет вот этот вот лисий эффект то есть это эти реснички мы тоже относим вот сюда теперь давайте посмотрим на вот эти ресницы эти ресницы мы никак уже не можем отнести вот к этой картинке да потому что у нас ну мы видим что на внешнем уголке но вообще коротенькие реснички то есть и на внутреннем короткие и на внешнем у нас центральная часть самая такая длинная да поэтому мы эти эти реснички относим вот к этой картинке посмотрите то есть прям вот один в один здесь коротенькие и здесь коротенькие центральная часть у нас как бы раскрытая то есть самая длинная следующий вид ресниц они более реденькие более такие естественные да но Но опять-таки мы видим, внешний уголок коротенький, внутренний уголок коротенький и центральная часть у нас идет опять самая длинная ресничка. То есть мы видим, что это как раз-таки по вот этой вот схеме. Теперь я бы хотела показать вам ресничку и чтобы вы в комментариях написали, к какой картинке относится эта ресничка, к первой или ко второй. То есть обратите внимание на внутренний уголочек, на внешний уголочек и напишите, к первой картинке относим эту ресницу, либо ко второй. Итак, смотрите, я на доску прикрепила 5 экземпляров ресниц, и теперь по форме вы уже можете разобраться, что эта ресничка идет у нас на внешний уголок, допустим, другая на центральную зону, но теперь обратите внимание на вот эту ресничку. Очень надеюсь, что будет видно. Посмотрите, у нее как бы есть такой ряд, видите, вот он внизу идет ряд, а вот эти вот реснички, которые я называю таким подранный эффект, вот как раз такие они и нарисованы на вот этом рисунке. То есть вот такие ресницы, они всегда будут смотреться очень красиво. Вот я не знаю ни одних глаз, чтобы вот такие ресницы выглядели некрасиво, но их очень редко можно найти. Поэтому вот здесь мы видим у нас ровный срез, видите, как бы у нас срез по-любому ровный. Да, они идут тоже ресничками, но у нас сам срез ровный. Здесь даже обратите внимание, плюс-минус тоже можно сказать ровный срез, хотя здесь тоже присутствует немножечко, да, уже лучше. Вот здесь у нас тоже ровный срез. Вот здесь тоже интересно, то есть есть глубина ресниц, а есть как бы вот этот подрытый эффект. Поэтому знайте, что вот такие реснички могут быть как и с акцентом на внешний уголок, как и на центральную часть, но бывают еще и вот такие вот разные, ну так скажем, отдельные реснички. Ну и теперь нужно понять, кому какая форма, форма, да, внимание, форма, это как раз таки вот то, что я рисовала, подойдет. Вот, первое, запоминайте, дежурное такое правило, не буду подробно углубляться, для тех, кто хочет подробно изучить вообще свои глаза, техники в макияже, какие ресницы бывают, это все, конечно, есть на моем авторском курсе «Макияж для себя», поэтому переходите в описание, там есть ссылочки, можете перейти, почитать, вот. Но в целом давайте продолжим. Итак, смотрите, если у вас нависшая века, да, либо начало как бы возрастных изменений, где века уже опускается, знайте, что в идеале всегда вам подойдет только вот эта форма. Вот эта форма, какие бы вы там техники в тенях не рисовали бы, вот эта форма с лисим эффектом, она будет очень красиво на вас смотреться. Если с нависшим веком вы наденете себе вот такую ресницу, то вот эта нависшая века у вас вот тут проявится, будет некрасиво. Вот, теперь идем дальше. Если у вас щелевидные глазки, да, узенькие глазки, еще раз хочу сказать, очень многих обижает вообще аббревиатура щелевидных глаз. Я сама из Казахстана, город Алматы, да, и у нас очень много азиаток. И у меня была ситуация, когда приходили девчонки-азиатки, и я говорю, что у вас щелевидный разрез глаз, и девочки на меня обижаются. Так вот я хочу сказать, что это аббревиатура, которая идет в основах вообще в базе визажиста, да, то есть это не значит, что мы имеем какое-то оскорбление к азиатскому веку. Нет, это как фундамент, то есть щелевидный разрез глаз, это есть даже, ну, вот в Википедии, да, поэтому знайте, что щелевидный разрез глаз, это у нас прежде всего глазки, которые узенькие, да, то есть они по природе своей узенькие, тут еще и века нависшая может быть. Вот если у вас щелевидные глаза, то ни в коем случае лисий эффект в ресницах мы не можем сюда надеть, иначе мы еще больше вытянем глаза. Поэтому на щелевидные глазки мы надеваем вот такие вот ресницы, что как раз-таки и будет расширять за счет вот этой вот центральной реснички. Теперь дальше. Кому еще подходят эти ресницы эти? Абсолютно. Вот смотрите, если у вас выпуклые глаза, да, то есть глаза, ну, прям выпуклые, то, естественно, когда мы с вами возьмем и наденем вот такие ресницы, то у нас глаза станут еще более выпуклыми, потому что у нас и так глаза вот сюда объемные, и мы еще вот этой ресничкой, получается, вот, смотрите, у меня вообще вот такие круглые глаза. Для выпуклых глаз, ну, я не знаю, в моей практике это единичный случай, кому могут подойти вот такие ресницы. В большей степени нет. Если у вас выпуклые глаза, вот она ваша форма ресниц, и чем больше объема будет на внешний уголок, да, вот здесь вот в ресничках, то есть чем гуще будет вот здесь, тем будет лучше. Если же ваши глаза впалые, извиняюсь, если ваши глаза впалые, при впалых глазах вот как раз-таки подойдут и вот эти ресницы, и вот эти, то есть за счет впалых глаз вот этого века большого центральная часть, она как бы закрывает, получается, впалые глаза, и получается, что глазки становятся, ну, более, как бы, не в глубине. Но это тоже, знаете, такой плюс-минус вариант, нужно примерять, но 100% на впалые глаза подходит лисий эффект, потому что когда впалые глаза, у нас вот эта вот косточка, она прям такая ярко выраженная, и лисиим эффектом мы очень хорошо скрываем вот эту вот косточку. Поэтому вот такая небольшая подсказка для всех, кто хочет хотя бы понимать, какие ресницы вам выбрать. Ну, а вот эти ресницы, где идут вот такие вот порванные, как бы, части, они вообще подходят всем. Главное выбрать свою форму. Сейчас показываю вам пример пучковых ресниц. Обратите внимание, в этой палеточке у нас идет вот один ряд ресниц, второй ряд ресниц, и, ну, плюс-минус третий ряд ресниц, да, хотя четвертый. Раз, два, три, четыре, да, четыре. И если мы посмотрим на первый и второй ряд, и даже на третий ряд, мы видим, что у нас вот эти вот кончики, да, они больше порватые. То есть, посмотрите, даже вот здесь они, видите, порватые, здесь они порватые, то есть они такими лучиками. Что, в принципе, очень здорово будет смотреться, когда вы хотите вот именно достичь вот этого эффекта, ну, таких порванных больше ресниц. Вот нижний ряд и следующий ряд, он идет более ровный, видите, ровная стрижка. Ровная стрижка. Кому подходит вообще ровная стрижка? На ресницы тоже есть мода, и вот ровная стрижка ресниц это база, то есть это база, в которую вы всегда можете доложить вот эти вот порванные пучки. Поэтому вот в целом ровная стрижка, я скажу, что она, ну, в большей степени подходит, наверное, всем. Вот даже сейчас на мне надеты реснички тоже с ровной стрижкой, но я их не люблю, конечно, ну, сегодня так получилось. Но по факту знаете, что ровные ресницы, они по факту подходят всем, но все-таки красиво смотрится тогда, когда вы добавляете вот эти вот порванные пучки. Но опять-таки это все по моде, да, то есть сегодня тренды диктуют так, поэтому мы сегодня из ресниц вообще делаем стрелки. Итак, сейчас на мне надеты вот такие вот ресницы с объемом на внешний уголок, то есть больше лисий эффект. Вот эти вот реснички, единственное, что у меня они чуть-чуть подлиннее и чуть-чуть пообъемнее. Сейчас на этот глазик я одену ресницы, где самая, так скажем, длинная ресничка у нас будет центральная. То есть вот они, это как раз-таки второй рисунок, который я рисовала на доске. Обратите внимание, что здесь вот она, центральная часть реснички идет прям вот здесь вот. То есть внешний уголок маленькая и внутренний уголок тоже ресничка маленькая. Сейчас покажу вам, как это будет выглядеть на моем глазике. Итак, обратите внимание, вот я сейчас смотрю ровно. Мы видим, что вот здесь у меня больше объем на внешний уголок, а здесь как будто бы у меня вся вот эта вот зона плюс-минус закрыта, да. То есть все века, точнее, у меня полностью закрыты ресницами. Вот такая модель ресниц, она бывает и покороче, она бывает и пореже, бывает еще гуще, да. Все зависит от того объема, который вы хотите. Вот смотрите разницу. То есть я, допустим, вот такие реснички ношу редко, но тем не менее тоже бывает их надеваю. Надеваю. Так, теперь очень важно также ответить на вопрос многих из вас, как снимать ресницы. Смотрите, ресницы мы всегда снимаем с внешнего уголка. То есть я прям беру вот так с внешнего уголка и снимаю. Когда у нас хороший клей, мы ничего не боимся, что у нас глаз оторвется или свои ресницы оторвутся. Как вы видите, вот все прекрасно снялось. Как мы убираем клей? На самом деле, вот если я сейчас сразу буду убирать клей, будет тяжеловато, потому что он слишком такой липкий. Я ресницы оставляю до утра, а на утро я просто беру реснички вот так в руки и просто вот убираю вот этот весь клей. То есть я это делаю вот так вот. Когда реснички качественные, то есть я знаю, что они не помнутся, не сломаются. Вы можете их хоть вот так вот, с ними ничего не будет, понимаете? Если ресницы дешевые, конечно, вы их уже вот так вот в руках не помнете. Поэтому все. И также я их клею. Давайте покажу еще раз, как я клею ресницы. Я беру клей Ордель, немножечко вот так вот оставляю на руку. Потом по вот этой лесочке, по вот этой лесочке вот так вот просто промазываю клей. Теперь смотрите, как я держу ресницу. Я ее держу по центру, но иногда плюс-минус к внешнему уголку, но мне по центру больше нравится. Прям вот держу ее. Сильно, естественно, не давлю. Затем я беру зеркальце, беру зеркальце и как бы глазки немножечко вот так вот лицо приподнимаю, да, а глазки прикрываю. И вот так вот сверху прям на свои ресницы вначале я фиксирую центральную сторону, точнее центральную вот, да, часть реснички. Потом вот так вот внешнюю сторону приклеиваю, вот, а потом вот так вот поправляю внутренний уголок. И все. И тогда у меня плюс-минус ресницы приклеены. Теперь я приклею ресницу, которая у нас идет по рисунку третья, да. У меня уже тут все вклею. Вот, это как раз-таки тот вариант, когда вот эти вот пучки более подранные лучики, да, которые мне нравятся, которые, я сказала, редко можно найти такие ресницы. Так, смотрите. Вот так они выглядят. Ну, вот тут у меня своя с клеем уже. Ладно, на это можно не смотреть. Но сам факт. Посмотрите, как красиво смотрятся вот эти вот подрытые лучики. Ну, я их так называю, подранные, подрытые. Неважно. То есть, вроде бы и реснички свои как бы есть, да, и вот эти лучики очень красиво смотрятся. Вы можете мне спросить, Элин, что это за ресницы? Ребят, я не могу сказать, что это за ресницы, потому что это просто какие-то, ну, вот, обычные дешевые китайские ресницы, на самом деле. Я просто шла, просто купила, там всего была одна упаковка. И вот я их просто взяла в качестве примера. А в жизни они оказались вот такими вот красивыми. Но знайте, что неважно, какой будет бренд, где есть вот такие вот лучики, будет все смотреться очень красиво и вот так вот очень необычно. Как еще очень часто можно наткнуться на достаточно грубую, ну, такую модель ресниц, да? Вот, если вы посмотрите сейчас, то у меня вот здесь видно, как бы тоже есть такие подранные лучики. То есть, срез неровный, да? То есть, мы видим вот эти вот лучики. И в целом, чисто теоретически, эти ресницы должны смотреться красиво. Но так как они слишком густые, это может смотреться тяжеловато. Сейчас я их приклею, и мы с вами посмотрим. Но даже если они тяжеловатые и грубоватые, все равно вот эта подратая неровность будет смотреться все равно очень круто. Я так думаю. Сейчас посмотрим. Клеим вот эти, как я их называю, грубоватые ресницы. Вот, смотрите, при вас прям клею. Вот так. И смотрим, что у нас получилось. Они, да, такие объемные. У них, я бы сказала, такой старомодный изгиб, да? Вот одно время были такие модные. Но, тем не менее, мы видим, что они такие хаосные. Обратите внимание, они тоже хаосные. Где-то выше, где-то что-то ниже. И в целом, даже для такой грубой модели ресниц, они смотрятся тоже интересно. То есть, это лучше, нежели были бы ресницы с ровным срезом. Ну, и последнее, что я вам сейчас покажу, я покажу вам ресницы с ровным срезом. Ну, то, что называю, наверное, базой, да? И как это, ну, вот сейчас, наверное, не модно и некрасиво будет смотреться. Вот, смотрите, вот эти реснички, они имеют прям ровный срез. Ровный срез, да? То есть, вот такой вот прям четкий ровный срез. Я такие очень не люблю. Я называю это ресницы прошлого. Сейчас мы с вами их приклеим, и я вам покажу. Кстати, я чуть не забыла показать вам, как обрезаются ресницы. Мы обрезаем внешний уголок, да, внешний уголочек. И во внутреннем уголочке, если нужно, мы тоже обрезаем только леску. То есть, ресницы мы подрезаем всегда только с внешнего уголка. Вначале мы их вот так вот прикладываем, мерим. Допустим, видим, что они, например, длинные, и мы обрезаем их. Так, ну что, я подрезала. Теперь давайте прям при вас эти ресницы прошлого. Я вот так промазываю клей. Кстати, когда вы клей наносите, нужно подождать примерно 30 секунд, чтобы он немножечко как бы стал гуще, и тогда он хорошо приклеит. Ну, представим, что 30 секунд уже прошло. И вот теперь смотрите, как смотрятся ресницы. Причем неважно, редкие были бы они или густые, как вот эти, да. Как тяжело смотрится у нас ровный срез. Ну, мне кажется, здесь все без комментариев. Видно, да, что ровный срез. Ну, просто это какой-то, ну, не знаю. В общем, все это выглядит вот так. Очень надеюсь, что вам понравилось это данное видео. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какую тему еще вы хотели бы от меня получить. И я вот, наверное, только в конце скажу, потому что очень многие меня не знают. Меня зовут Элина Светимова. Я являюсь мастером-тренером по макияжу со стажем 24 года. Вот. Переходите, пожалуйста, в мой инстаграм. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Всегда с радостью я и моя команда. Мы вам ответим. Ну, а если вы желаете пойти обучаться на мои курсы, а у меня есть полный базовый курс, повышение квалификации из двух частей, есть курс мастер-тренер, где вам присваивается квалификация по мейкапу, что вы визажист, именно тренер. А также полный базовый курс, курс макияж для себя, естественно. В общем, я всех жду с вопросами. Задавайте либо в комментариях, либо переходите в инстаграм, пишите в директ, либо переходите по ссылке и в службу поддержки тоже можете задать свой вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова